я эту машину на авито видел и эту и эту у нас самый большой выбор машин в россии выбирать автомобили на авито мы с вами снова находимся на дмитровском автополигоне на этот раз в нашем тех-центре где мы в целом на автополигоне конечно продолжаем наши ускоренные ресурсные испытания которые за 20 с небольшим тысяч километров имитируют 100 тысяч километров обычной эксплуатации о начале нашей ресурсной эпопеи вы можете посмотреть где-то вот по этой ссылке а почитать в авторевью ну тоже где-то здесь и так краткое содержание предыдущих серий через авито авто мы нашли и купили два кроссовера новый хавейл джолион и mercedes джи эль эй с пробегом 95 тысяч километров в карширинге поэтому если хавейл ну понятное дело был готов сразу отправиться в путь то мерседес нам пришлось сначала привести в порядок давайте посмотрим что именно здесь в нашем тех-центре мы своими силами обновили мерседесу рулевые наконечники стойки стабилизаторы они вот такие прям сильно сильно изношены вообще не фиксируются а самое главное передние тормозные диски и колодки прежние имели весьма неравномерный износ и достаточно удручающий в целом вид поэтому мы вместо них поставили детали bosch которые после 5000 километров выглядит вполне достойно ну и к их работе у нас замечаний нет mercedes напомню мы купили с неисправным модулем термостата из-за которого горел сигнал check engine ну или джеки чан простонародье и кстати говоря мерседесовский термосат оказался ой как недешев 10 с половиной тысяч рублей да и с заменой термостата пришлось повозиться он расположен очень глубоко в моторном отсеке кочерга извините mercedes так вот он расположен под впускным коллектором который сам по себе расположен достаточно глубоко да поэтому добраться сложно демонтаж термостата предполагает снятие впускного коллектора и во многих сервисах эту операцию предпочитает делать с демонтажом подрамника и вывешивание двигателя на траверсе сами понимаете что бывшие владельцы на эту операцию решили не тратиться и вот когда мы усталый но довольные с новеньким термостатом уже собирались отправиться в путь нас снова поприветствовал сигнал check engine мы стали разбираться копать глубже и обнаружили что ошибка связана с недостаточной эффективностью нейтрализатора мы стали осматривать все внимательней и на потаёмном участке скрытым от глаз и сверху и снизу приемной трубы она стоит в автомобиле примерно вот так обнаружили сию кустарно сделанную латку из черного металла наши самые худшие подозрения подтвердились после того когда мы заглянули в корпус нейтрализатора эндоскопом он оказался пуст до воровство нейтрализаторов у кашерингов автомобилей случается и нам повезло встретить именно такой экземпляр но почему в рольфе нам не рассказали об этой проблеме ведь автомобили там якобы проходит проверку более чем по 100 пунктам а не заметить при качественной диагностике отсутствие нейтрализатора но это еще нужно постараться не меньше вопросов у нас было и к каршерингу белка но в ответ на наше обращение белка прямым текстом послала нас в рольф благо в рольфе предпочли мирно урегулировать ситуацию и снизили цену нашего автомобиля ровно на стоимость нейтрализатора то есть вернули нам почти 74 тысячи рублей и теперь у нашего мерседеса новенький нейтрализатор партнеры ресурсного теста сервис объявления продажи автомобилей авито авто немецкий шинный бренд континенталь производители смазочных материалов с к зик известный поставщик автокомпонентов и запчастей bosch благо других поводов для беспокойства мотор пока не дает да и роботизированный коробка передач вроде бы работает исправно переключение логичные реакции бодрые а в ответ на кикдаун примерно как сейчас робот уверенно перескакивает на одну-две передачи вниз и уверенно ускоряет автомобиль но усталость после службы мерседесов каршеринге все-таки чувствуется есть толчки при переключениях как вверх при интенсивных разгонах так и вниз при торможениях особенно при переключении на первую передачу но тем не менее при разгоне с двух педалей мерседес легко укладывается свои паспортные характеристики на разгон до сотни уходит менее 9 секунд еще один сюрприз тормозная динамика также на мокром покрытии стабильное ровное уверенное замедление короткий тормозной путь в любой из попыток вот что значит свежие колодки и диски и хорошие шины на булыжной дороге мерседес конечно жестковат да и салон погромыхивает что впрочем неудивительно его местами неоднократно как минимум два раза разбирали для снятию и установки доп оборудования каршеринга однако энергоемкости подвеска пока не растеряла ухабок гасится уверенно без пробоев раскачки особой нет а та которая все-таки случается быстро гасится но не пройдя и тысячи километров в режиме испытаний мерседес снова попросился на подъемник на этот раз подвела опора правой амортизационной стойки у него порвался упругий резиновый элемент внутри левая стойка тоже была на подходе заменили разумеется обе и мерседес снова отправился в путь спросите а что же хаваил джоли он второй участник наших испытаний да вот он задержался на подъемнике как он там оказался и что этому предшествовало но это целая история и мы и обязательно расскажем в следующих сериях нашей ресурсной эпопеи а чтобы их не пропустить подписывайтесь на наш канал